История музыки Эпоха формирования оперы, датированная в 1600-1609 годами. Именно в это время пролифоническая музыка, основанная на модальной гармонии, которая была типична для предшествующего исторического периода, лишилась своего безусловного преобладающего значения. А в театре традиционная интермедия, музыкальные номера между действиями основной драмы постепенно развились в музыкальную драму, получившую в последующем название опера. Общеизвестен факт, то, что опера возникла как попытка реконструкции античного греческого музыкального театра, греческой драмы, в которой, как известно, задействовались и музыканты. Греческая драма имела хоры и, возможно, инструментальное сопровождение. Однако, первой дошедшей до наших дней оперой является музыкальное произведение, никак не связанное с этой традицией, с традицией реконструкции греческой античной драмы. В феврале 1600 года в Риме была поставлена опера Эмилио Кавальери «Представление о душе и теле». Это духовная опера. Иногда ее даже называют первой в истории ораторией, хотя, конечно же, она ближе к оперной, сценической драме. Своими корнями это музыкальное произведение уходит не в античный театр, а в христианскую проповедь. Это мистическое произведение, в котором мы видим аллегорические фигуры, которые должны наставить душу человека на праведный путь. В партитуре этой драмы Эмилио де Кавальери впервые используют термин «басса-контимуа». Это цифрованный басс, когда на основе басового голоса выстраивалась вся гармония, реконструируемая исполнителем пуцевровки, оставленной композитором. То есть даже из самой нотной записи этого произведения становится очевидным, что гомофонно-гармонический строй победил предшествующую традицию полифонии. Важнейшим теперь является бас, опора, гармония и мелодический голос, как правило певческий. средние же голоса выстраиваются исполнителями в зависимости от имеющегося у них состава исполнителей и их творческого художественного вкуса. В 1602 году Эмилио де Кавальери скончался, таким образом оставив нам лишь одну свою музыкальную драму. Но это произведение является одним из ключевых для истории музыкального искусства. И не только потому, что это первая музыкальная драма, сохранившаяся до наших дней, сочинение исполняемое, ставящееся, записанное на компакт-диски, но еще и по той причине, что традиция, заложенная Эмилио де Кавальери будет иметь свою долгую и отчасти автономную от истории светской оперы жизнь. Эта традиция именуется духовной оперой. Их никогда не будет преобладающее число, но тем не менее в каждое из столетий можно встретить несколько крупных, значительных произведений, которые будут написаны именно в этом очень специфическом жанре. Спустя полгода после премьеры представления о душе и теле Кавальери совсем в другом городе, во Флоренции, в октябре состоялось знаковое представление премьера оперы Перри и Качини и Вредика на текст поэта Оттавио Ренучини. Именно эта опера является первой дошедшей до наших дней светской оперой, оперой, которая ориентировалась на восстановление античной греческой драматической традиции. Опера имела огромный успех, и композиторы, конкурируя между собой, решили избавиться от фрагментов, которые были написаны их партнерами. Таким образом, через некоторое количество времени появилось две Эвредики. Эвредика Якоба Перри и Эвредика Джулио Качини. Обе оперы переведены на русский язык. В сети интернет можно найти полные либретто этих музыкальных произведений, поэтому каждый может послушать их, понимая каждое слово. Так как не будем забывать, что это прежде всего драмы на музыке, а не оперы в привычном современному человеку смысле слова. Эти драмы ориентировались на создание определенного эмоционального состояния, проживания стиха, проживания эпизодов драматического действа. Но в них не делалась ставка на чистое музыкальное искусство. музыка здесь подчинялась логике драмы. Обе эти драмы и Эвредика Перри и Эвредика Качини были рассчитаны на общество аристократии, которое хотело почувствовать себя греческой аристократией. Таким образом приобщиться не только к аристократии крови, но и аристократии духа. Эти произведения навряд ли имели бы шумный успех в публичных театрах, но публичных театров тогда просто не существовало. Впрочем, появление в 1600 году двух опер, оперы Эмилио да Кавальери и оперы Качини и Перри и Эвредика не явилось случайным совпадением. С этого момента в ближайшие годы появится большое количество оперных спектаклей. Каждый из них внесет свою лепту в становление и закрепление только что появившегося жанра. Опера Кавальери была поставлена в Риме. Опера Перри и Качини во Флоренции. Третий город, который присоединился к созданию оперы это Болоньи. В 1605 году Джеролама Джакоби создает сценическое представление, которое он назвал Обманутая Аврора. Это единственное музыкальное произведение из творчества данного композитора, которое современный слушатель может услышать в записи на компакт-диске. Но важнейшим центром этого десятилетия, десятилетия с 1600 по 1609 год, стал 1607 год, когда в Мантуе, в четвертом городе, подключившемся к порождению оперных спектаклей, состоялась премьера Орфея Клаудио Монтеверди. Орфей Монтеверди сейчас, вероятно, является самой ставящейся из ранних драм на музыке. Это ключевое произведение для истории музыкального искусства, которое не только обобщило и довело до совершенства все предшествующие тенденции в поисках к становлению нового жанра, но и имеет свои уникальные музыкальные особенности. В частности, Монтеверди в партитуре Корфею детально предписывает, какие музыкальные инструменты могут характеризовать каких персонажей. Пастухи это одно, а персонажи из инфернального мира это совсем другое, и для их воплощения, для раскрытия их образов Монтеверди предлагает использовать различные тембры. Так что в Орфею Монтеверди мы можем говорить уже о музыкальной драматургии, а не просто о музыке, которая способствует более глубокому проживанию драмы. Важно кажется и то, что оперы, написанные до Орфея Монтеверди создавались на тексты, созданные поэтами, а не драматургами. В них можно наслаждаться совершенством метафор, совершенством стиха и тем, как композитор раскрывает этот стих. Но в Орфеи Монтеверди мы впервые сталкиваемся именно с драмой, сценическим действием, на воплощение которого брошены и все музыкальные ресурсы. Орфей имел огромный успех и ставился во Флоренции, Кремоне, Милане и Турини. К оперному действу подключился целый блок итальянских городов, и все новые и новые авторы вовлекались в создание этих сценических произведений. Одним из тех, кто подключился к созданию оперы в это десятилетие и сумел в этом жанре по-настоящему реализовать себя, был композитор Марко да Гальяно. В 1608 году в феврале в городе Мантуя состоялась премьера его оперы «Дафна». Это произведение наряду с Орфеем Клаудио Монтеверди входит в золотой фонд ранних оперных спектаклей. И несмотря на то, что обе оперы были поставлены в одном и том же месте с разницей всего в один год, между ними пролегает эстетическая пропасть. Дафна Марко де Гальяно делает ставку на хор. Это традиция хора-комментатора, идущая из античной драмы. Хор пронизывает все действия этой небольшой по протяженности драмы. окраски эмоциональные психологические состояния, которые нам предлагает композитор, мрачные, темные, значительно более суровые, чем тот музыкальный мир, в который можно погрузиться, обратившись к творению Клаудио Монтеверди. Более того, к партитуре своей давны де Гальяно оставил весьма интересные примечания, в которых выказывает себя глубоко понимающим специфику сценического действия. Так, в частности, после того, как Аполлон должен биться с питоном, у него написано ария. Но так, как вокалист может запыхаться, у него может сбиться дыхание, в процессе поединка, который он изображает перед публикой, Марко де Гальяно решается на весьма интересный сценический ход. Он предлагает вести мимо одетого абсолютно так же, как и вокалист, исполняющий роль Аполлона. И именно этот мим будет сражаться на сцене с питоном, после чего появится вокалист Аполлон и будет исполнять свою арию. Казалось бы, все первое десятилетие 17 века можно свести к зарождению оперы, процессу ее становления и двум первым кульминациям оперы Клаудио Монтеверди Арфей и оперы Марко де Гальяно Давно. Однако это не совсем так. Помимо духовной оперы и драмы, ориентированной на античный театр, в первое десятилетие 17 века можно встретить еще третий жанр. Это мадригальная комедия, истоки которого следует искать в комедии Дель Арте. Именно в начале 17 века, в первое его десятилетие, такой композитор, как Адриано Банкери, создает лучшие свои мадригальные комедии. Это «Лодка из Венеции в Падую» 1605 года и «Праздник широкой масленицы» 1608 года. Отличие мадригальной комедии от драмы на музыке очевидно. Мадригальные комедии это циклы многоголосных мадригалов, в которых не было индивидуализированных персонажей. В отличие от драм на музыке, где мы видим религиозный или античный пафос, здесь все наполнено юмором, зачастую в его наиболее грубой форме. Мадригальные комедии сыграют важнейшую роль в становлении последующие десятилетия комической оперы. В русском музыкальном искусстве в это время сменяются два поколения распевщиков. В 1607 году вероятно скончался один из ведущих распевщиков московской школы Федор Христианин. Ему на смену приходит новое поколение в лице архимандрита Исаии. Если сравнивать эту музыкальную традицию с теми тенденциями, которые происходили в итальянской музыке, то, несмотря на всю пропасть эстетических различий, тем не менее, можно найти и общие тенденции. Велеречивые распевы Федора Христианина сменяются более лапидарными, демократичными, простыми распевами Исаии. Здесь также налицо большая структурированность и большая ориентация на простоту восприятия музыкального целого. Конечно, русская певческая традиция не может считаться в полном смысле музыкальным искусством, так как не вышла за пределы культа, и тем не менее, те ее слитые с культовыми элементами музыкальные составляющие развивались все же учитывая те тенденции, которые диктовало время. Подводя итоги, можно сказать, что к основным тенденциям первого десятилетия семнадцатого века стоит отнести появление драмы на музыке в виде духовной оперы, драмы на музыке с ориентацией на античный театр и активного развития жанра мадригальной комедии. Ключевым техническим моментом стоит отнести оформление басса континуа как принципиальной модели построения музыкальных произведений. А также общую направленность музыкальных произведений к светскому жанру. Более простому, лапидарному, понятному, в большей степени индивидуализированному и выразительному, чем это могло быть представлено в полифонической музыке прошлого. Музыка прошлого ориентировалась на коллективное восприятие, но соборность, которая господствовала в церкви. Музыка 17-го столетия стремится к индивидуальному бытию, к пониманию человека как личности. стремится музыка Продолжение следует...